Друзья, соратники, всем вечности, во время похоронительства богини Костромы, о чем можно поговорить? Только о времени. Сегодня я расскажу немножко о часах пантеона Ра, которые мне пришли свыше во время поездки в маршрутном такси в Подмосковье зимой, примерно 5 лет тому назад. И работа над этими часами у меня продолжалась около года. Она, в принципе, и сейчас продолжается, но более уже с практической стороны. Это первая версия часов, которая появилась около 5 лет тому назад. За это время часы несколько раз менялись. И чуть позже я вам расскажу поподробнее о этих часах уже на новой версии данных часов. Эти часы я использую во многих случаях. В основном это для определения имени, когда оно определяется по времени. Второе, это когда нужно определить время с определенными функциями для изготовления оберегов и талисманов. Также данные часы являются миниатюрной версией Аркантана. Все, наверное, слышали о фэншуе, о том, что китайцы используют такой своеобразный лапань. То есть на эти часы накладывается компас и определяется направление, в котором нужно производить определенные действия. Либо что-то нужно сделать, используя направление. Эти часы, в принципе, являются абсолютной копией китайского компаса, который используется в фэншуе. Методология немножко отличается, но принцип один и тот же. Ближе к февралю я собираюсь снимать несколько роликов про китайский календарь и про их типа Аркантана для определения времени, месяца, положения определенных зодиаков и так далее. Но об этом чуть позже. А сейчас чуть-чуть поподробнее о часах Пантеона Ра. Коротко о часах Пантеона Ра. Часы Пантеона Ра – это часы с обратным ходом, так как они идут против часовой стрелки, как все движется в нашей галактике. Ну или практически все. В центре давных часов находится стяг Господа Ра с его значком в середине и по краям четыре мира. Это Правь, Навь, Славь и Явь. Далее у нас идут двадцать четыре, из которых двадцать это боги и четыре кумира, которые отвечают за каждый мир соответственно. Часы у нас начинаются с Прави, Прави соответствует единица, дальше идет Леля, двойка, Троян, тройка, Явь четверка, Радигаст пятерка, Славь шесть, Жель семь, Кострома восемь, Семаргал девять, Берегиня десять, Навь одиннадцать, Таня двенадцать, Перун тринадцать, Магаш четырнадцать, Свинтовит пятнадцать, Мара шестнадцать, Хорс семнадцать, Лада восемнадцать, Стребок девятнадцать, Вей двадцать, Ярила двадцать один, Велес двадцать два, Рот двадцать три, Кострокупала двадцать четыре. Далее у нас идут стихии, которые соответствуют данным богам и кумирам. Это огонь, земля, воздух и вода. Далее у нас идут боги первого круга, а конкретно это их большие минуты, которые соответствуют пяти делениям. Рядом с ними обозначение их цифры и крестного знамения. Далее у нас идут большие минуты со шкалой в пять делений. Затем идёт ещё один круг, которому соответствуют боги второго круга, и они начинаются с Перуна, которому соответствует число тринадцать. На этом пока всё. До скорых встреч. Спасибо, что смотрите наш канал. Заходите ещё, ставьте лайки, делитесь с друзьями, обязательно оставляйте комментарии, с удовольствием на них ответим. Всегда рады новым друзьям и соратникам. Радости и удачи вам! Субтитры создавал DimaTorzok